Доброе время суток всем, кто следит за развитием Open квалификации в европейском регионе на SL&L League Inventational. У нас сегодня играют коллектив The Breast Man, The Radiant, The Dyrstack, Собак, и пики проходят крайне быстро, что очень неожиданно. Видимо, коллективы знают, чего хотят и, возможно, предполагают, что будет делать оппонент. В бану на первой стадии отправились, Котсел, Профит, Найт Сталкер, Дейвуэд, очень агрессивные персонажи, но дальше решили перебанить практически всех миддеров. Тинкер, Шторм, Вайпер, ну и Веник сюда каким-то образом заскочил, видимо, не любят эту агрессию, ну и вообще такой стиль игры, стак Собак. Ну и в пиках Клок Пак, Пак скорее всего отправится на сложную уж слишком часто, сейчас стали использовать именно эту стратегию. Блокверк, видимо, побегает по лайнам, попробуют понапрягать. Никс, Апаришн, Бэтрайдер, тоже интересные пики у собак, видимо, Бэтрайдер отправится в сложную. Апаришн с Никсом будут пробовать вдвоем куда-то бегать. Либо же попробуют аппаратов соло оставить саппортом на легкой линии, чтобы он каким-то образом погонял противника. Как же быстро не пикаются, даже непривычно. У Лайстилер также он пристанет. Интересно, что-то сейчас должно дойти такое, чтобы помогать инициировать. Одного Пака будет мало. Хотя есть еще Клокверк, но тут есть проблема, что Коги могут помешать самому Лайстилеру. А уж тем более будет обидно, если они умудрятся закрыться вдвоем и при этом оппонента вытолкнуть наружу. Такие ошибочки иногда случаются, там буквально пару пикселей и все. Но будем надеяться, такое не случится и коллективы знают, что делают. Сейчас осталось добрать еще одного какого-то активного персонажа. Инициация есть, плюс-минус контроль есть. Хотя хотелось бы побольше. Но стак собак нужно задуматься о том, как они будут теперь вносить урон. Контроль у них в виде Бэтрайдера сквозь БКБ есть. В принципе, подхил выключать будет Апаришен и возможно будет давать дополнительный дэмэдж. Ну и Никс как контроль, помощь в уроне. Такой очень неприятный сам по себе персонаж. Но вот как таковой дэмэдж, быстрый дэмэдж у них пока что не взят. Надо бы задуматься именно о нем. Может какая-то квопа сейчас зайдет, если она будет паковаться в физдэмэдж. Можно задуматься даже о каком-нибудь тролле-варлорде плюс джиггерналте. Можно даже сларк плюс тролль. Очень круто зайдет против Лайфстилера. В общем, нужен хороший физдэмэдж. Киос, но это, кстати, это очень хороший физдэмэдж. А если еще каким-то образом доберется до 25-го, так еще и, по-моему, контролить сквозь БКБ сможет. Ну, или там... Нет, там, наверное, реалити-рифт через БКБ работает. Но, тем не менее, это тоже очень круто. Менять позицию оппонента, да и, в конце концов, понижать армор. Плюс иллюзии сразу же мгновенно перемещаются. Это все очень круто. Осталось только добрать еще кого-то. Тоже достаточно доможущего и при этом чуть более активного, чем ЦК в начальной стадии игры. Нембрис Томенс. Теперь уже нужно задуматься о том, как с ЦК сражаться. Тут можно взять какого-нибудь шейкера. Хотя, слишком много магии получится, если лайфстилер каким-то образом где-то подставится. Но тут неприятности. А кто с ним вообще может сочетаться и при этом давать дополнительный дэмэдж? Какой-то слишком сложный вопрос для меня пока, что не так уж часто этот лайфстилер вообще заходит. Но, опять же, тот же тролль. Слардар, но он обычно на четвертую или третью позицию берется. А тут... Хотя все еще есть возможность его в сложную поставить. Но это будет слишком рискованно. Не так уж он хорошо там постоит против ЦК, Паришина и, скорее всего, Никса. Сложно, сложно. Ну вот, хотя тролль действительно тоже зайдет. ЦК вроде иллюзий наспаунит, а просто взять, использовать топоры и расшарить мясы по всем. Очень даже отличный план. Времени будут очень много они мясовать. С другой стороны, как с иллюзиями справляться? Темпларка, кстати говоря. Отличный выбор, может быть. И урон у нее, в принципе, ауешный. И дэмэджа много, и тоже физика. И при этом с лайфстилером они друг другу помогают. Одна с замедлением, плюс понижение мармора. Второй лайфстилом, плюс замедлением. Они действительно, если в кого-то вгрызаться будут, то начнутся проблемы у этого кого-то. Ну и снайперы убирают. Кстати, тоже хороший был бы выбор. Куин оф Пейн забирается так с собак. Ну, в принципе, тоже неплохо зайдет. Но, опять же, ей придется паковаться в какой-то момент в физический урон. Вначале, конечно, оркит, а потом уже не надо вот эти вот шивы, октарины, ганимы. Вот это вот все рефрешен тот же. Он в этой игре не особо поможет. Лайфстилер, скорее всего, будет слишком плотным для таких прокастов. Ну и что ж, ласт пик. Еще две минуты есть, но подумать у Бреста Мэнс. И что делать с этой квопой, им придется решать уже сейчас. Потому что она очень агрессивна, она дает замедление. И даже тот же Тролль Варлорд в миде настрадается от нее. У него не так много хп вначале. Плюс он не будет дотягиваться нормально до квопы. Нужно что-то другое. Морфлинг какой-то интересно зашел бы. Но тогда придется саппорт оставить дополнительно в мид. Это и сплитпуш, и агрессия, и лютые прокасты. И опять же, персонаж сам по себе очень самостоятельный. А что еще? Ну ладно, я думаю, что решать этот вопрос все-таки будут Бреста Мэнс. Предполагать я могу, конечно, сколько угодно долго. Но тут может зайти даже какой-нибудь Сикер. Он будет и достаточно агрессивным, и дэмэдж будет увеличивать. В какой-то момент может увеличить по оппоненту за входящий урон. Да и в конце концов квопу контролить. Нажал себе спокойно рапчу, дал сайленс, и нормально. Видывал я не так давно кастеров, блатсикеров, которые там с экторинами бегали радиансами. И знаете, это тоже очень круто работает против иллюзий. Когда ты постоянно этот блатритуал ставишь, он в огромном уе вносит чистый урон. Это очень жестоко против иллюзионистов. Но опять же, тут все достаточно миленькие по объему хп в начале. Конечно, речь не идет про 25-30 минуту. Если что, узнает, возьмет себе там Тараску и Армалет. Это не этот вопрос. И это Лиджин Коммандер, кстати говоря. И пак отправляется у нас в МИД. Неожиданно. Легионка, видимо, на сложную. Интересненько. Ну вот не очень часто Легионка заходит так, чтобы уж... Каким-то персонажем, который просто переворачивает все. Но с другой стороны, спасать будет из-под лосо дополнительный хилл, атак спит. В конце концов, инициация без возможности как-то сбить это. Это круто. Это очень круто. Единственное, чего я пока не понимаю, почему именно Клокверк? И почему под него набираются милишные коры? Это единственный вопрос, который меня несколько смущает. А в остальном все очень классно смотрится у обоих коллективов. И можно им пожелать только удачи и реализовать свои стратегии. У них есть потенциал. Ну что же. Видимо, будем уже ждать начала игры. Сейчас же еще может оказаться, что... Немного они переиграют линии. Попробуют отправиться вообще 3 на 3. И вот это будет очень даже забавно. Ну что ж. А где старт игры? Что-то долго меня терзают ожиданием. Ладно. Лайфстиллер. Скорее всего, будет просто фармить первые минут 12. 12. Потому что нужно будет все-таки приобрести хотя бы армлет. Можно будет даже дождаться какого-то дизолятора или там еще чего-то. Видел я, кстати, не так давно интересный биот через Сашу Яшу. Он, конечно, старый как мир, но тем не менее... Все новое это хорошо забытое старое. Не очень часто он появляется. Но, тем не менее, иногда очень даже заходит. Так. Ладенько. Пока стоит пауза, пройдемся по составам. Так, собак. Сэм у нас играет на Джекироси. На паке будет Сайринг. Фейн на Легион Комендор. Так, нет, стоп. Это же другие. Сори. Соу-бэт у нас играет на Джекироси. Сохи на паке. На Легионке будет играть. Ласт Зеро. Киломенсор на Клокверки. Ну и будет Палентимос на Лайфстилере. Так, собак у нас играет за Дайер. Сэм, собственно. Вот он на Парижшине. На Никс Ассасине поиграет у нас Сайринг. Фейн, вот он на Квин оф Пейн. На Бэтрайдере у нас будет играть Дункан. Ну и на ЦК, собственно, Уипон Икс. Какая-то агрессия, наверное, не будет планироваться в начале. Хотя, белорусы решили все-таки триплы устроить на топе. Хотя нет. Пак, Клок, наверное, просто решили попугать. Ну и ладно. Джеки Рос. Кажется, снизу попробует постоять у нас и как-то загонять Легионку. Но задача не из самых простых. Банально, пресс-за-атак будет сбрасывать все дот-эффекты и при этом еще подхиливать. Приятного в таком противостоянии мало. Ты вроде пытаешься что-то сделать, пытаешься. Потом одной кнопкой оппонент нивелирует все, что ты делал в ближайшие полторы минуты. Обидно. Ну, что поделаешь. Джеки Рос, я так понимаю, тут просто для дополнительного подпуша был взят, чтобы это было проще делать. Но с другой стороны, как-то вот сложно будет реализовать его макропиру. Хорошего контроля в АУЕ нету. Какого-нибудь купола. Чтоб так вот на 4 секунды и без особых вариантов противник стоял и терпел. Какого-нибудь РП, а может быть даже Рэвиджа. Хотя Рэвидж куда сложнее применим. Но, тем не менее. А вот как просто противный персонаж, который вешает кучу дот-эффектов и замедляет, станет и прочее, он очень даже езабелен здесь. Правда, опять же, иллюзии этого очень не любят. Особенно Liquid Fire. Разбросить это не получится. Так что, может быть, это тоже каким-то образом решила на пик. Так, Пак тут стоит один против двоих. Ему будет очень неприятно. Тем более, что Карапаси скорее всего возьмет себе Никс на втором уровне. И он начнется веселуха. На каждый орб будет пытаться отвечать каким-либо дополнительным станом. Хотя и без этого уже пол хп потерял Сохи. Полх... Не-не-не, потаурлись не стоит. Но, с другой стороны, фласку вынудили пропить. Жестоко с ним поступают. Начало игры для него не самое приятное. И хотелось бы стянуть сюда своего саппорта. Но Killmancer пошел на топ. Попробовать что-нибудь сделать. Что он тут сделает? Ну, если только Паришина как-то погонять. ЦК слишком плотный. Ну, ладно. Будет, видимо, изобретать велосипед. Шестеренок хватит на это дело. Ну, а есть стилер. Интересно. На первом уровне он взял себе Open Bounce. Видимо, не очень приятно стоять против Дункана. Ему 100% придется взять себе Rage. Просто для того, чтобы сбрасывать стаки. Это будет must have. Так, что у нас тут? В очередной раз после в агрессию Легионка на развороте пробует забрать ЦК. Еще по одному удару сбросятся. Это First Blood. А теперь можно и Сэма. Надо как-то подступить, чтобы Клокпу успел добежать. Батарейки пошли. Их в Коги закрывает. Слушайте, а сам-то может и умереть. Еще один ударчик или второй. Да, так и получается. Минус два на топе. Ну, это провал пока что. Видимо, придется стягивать как-то Nexa на топ. Слишком уж там агрессирует. Это парочка. Так, Клокпу дает инфу о том, что Никс тусуется возле Рошика. Ну и Пак прекрасно понимает, что есть у него возможность пока пофармить. И может быть даже чуть поагрессировать. То Акарбан не жаливает, но промахивается. Ну и Фей. В ответочку тоже пару плюх отвечает. Так, легионку на топе все-таки забрали. Вот он, Никс стянулся. Хотя вроде уже была инфа о том, что Никс перемещается с линии на линию. Ну ладно. Может как-то не законтролили этот момент. Не дали инфу или еще что-то. Бывает такое. Ну и Пак чуть-чуть посвободнее себя тут начал чувствовать. И Крепстат у него начинает выравниваться. Это всегда приятно. Так, Никс пытается его обойти. Клопа напугала. Уарп используется. Никс должен его ловить прямо сейчас. Импейлы попадают по Паку. Пак, собственно, отъезжает. Ну и Клок, естественно, не успевал сюда подбежать. Шансов на это было, по сути, ноль. Опять же, инфа, которую не получается. Пак сыграла злую шутку. Собственно, так же, как из Легионка. Этот Никс уже два фрага, по сути, написал. Ну а снизу все слишком просто для лайфстилера пока что. Нет никакой возможности, собственно, Дункана попробовать его как-то забрать и погонять. Одна кнопка сбрасывает стаки, вторая просто заставляет его стоять на месте. И там на развороте можно потерять слишком много хп. Видимо, вся игра будет идти, собственно, на лайфстилера. И на реализацию его фарма. Но, честно говоря, если проиграть Смит и остальные линии, будет очень сложно. Поэтому надо как-то стягиваться и контролиться от Вакеус Найта. Если с Квин оф Пейн еще как-то можно будет побороться за счет того, что у нее с пылой никаким образом не растут со временем. Так, пошла атака, батарейки не самые лучшие. Хотя Никс и К... И ЦК закрыты. Так, получают реальцию рифт. И нет. Клака, скорее всего, будут здесь забирать. Закрывает он себя. Да, действительно, фраг для Апаришина. Неудачная немного атака. Хотя, на что неинтересно тут рассчитывали. Может, не ожидали, что закроют двоих. Или как-то планировали закрыться, опять же, вдвоем. Плюс ЦК и как-то его там размотать. Ну, не удалось. По итогу заплатили жизнью Клакверка. В самоках выход на Клапу. Она только что потратила Блинг. 8 секунд есть на то, чтобы ее забирать. Как же долго они здесь ждут. Поставили Вард. Нет, Блинг уже откатился. Есть! Сайлент с отпака. И нужно забирать... Да, отлично сыграно. Конечно, чуть-чуть не туда была СПС. Но отлично. Толкнули Когами. Выиграли буквально секундочку на то, чтобы сделать еще одну атаку. Квин оф Пейн. Клак продолжает бегать за Никсом. На этот раз у него есть Транквилы. Догнать он его сможет. И при этом попробует даже закрыть и размять. Но вот забрать... Боюсь, что нет. В общем и целом, на карте у нас противостояние плюс-минус равное. Как-то сильной доминации на одной из линий не получается. На топ стягивается Джекерос. Будут пробовать, видимо, на очередной раз ЦК забирать. Хотя на развороте просто забирать пытаются Джекероса. И Джекерос должен будет отъезжать. Еще по плюхе сбросятся. Минус Джекира. Правда, Сэм также платится здесь своей жизнью. Ну и что теперь? ЦК слишком мало ХП добивает его. Все-таки Клок. И под Таур попробуют загнать здесь всех остальных. Сейчас пойдут. Еще стики Напалмы попадают. Еще импелми Клок. Также здесь должен будет сгорать. Так и получается. Как же вовремя прилетел сюда Дункан. Ну и теперь Пак страдать начинает. Клопа просто на хвост ему садится. По ХП сносит. Да, приятного мало. Вроде шел на руну за радостью. Потерял слишком много ХП. Дым она также просела. Неприятненько. Что бы тут ни происходило на карте. Но на самом деле ЦК ситуация очень плачевная. Еле-еле подходит сейчас к ПТшке. Но плохо дело. Хотя с другой стороны. Пока что такой нофпейн. И Бэтрайдер чувствует себя более-менее неплохо. Может быть это такой небольшой тактический ход. Из серии мы попробуем на двух других лайнах вынести свои ключевые артефакты. А потом мы ставим ЦК где-нибудь влесу на лайнах практически фрифарм. Сэм страдает. Очередные батарейки закрыли его в Коге. Нужна будет помощь. Ну и просто через реальцы рифт вытягивают оттуда Клока. Ну и собственно Клокверк должен застрадать. Хотя Liquidfire как же он замедлил здесь стаку и спасает всех. И Легионка. Да, это было жестоко. Конечно, Overwhelming Odds. Унесли очень много дамэджа. Ну и Сэм также чисто за счет мовспида. Нет, просто ракеткой его добивают. Не делится фрагами с Дисклокверк. Ну, ему тоже очень нужно золото. Какой-нибудь Blade Mail. Может даже барабаны. Урна в конце концов. Все это дело очень полезно. Дает немного живучести. А также на команду сыграть. Будет очень даже неплохо. Опаньки. Серьезно? Лайфстилер решает себе прикупить Radiance? Это интересно. Хотя и не сказать, чтобы... Ну ладно. Это очень удивительно. Как-то я чаще привык видеть такую комбинацию с какими-нибудь пуджами. С кем-то, с кем можно просто скомбинироваться и пойти давить. Кто у нас еще такой есть? С Лешироком тоже вот интересно заходит. Но только в том случае, если Леший через мид играет. И на самом деле не так, что мы с Рикки. С каким-нибудь инвизором. С Балантихантерами. Вот это интересно. А так вот... Конечно, фарм немного усилится. Ускорится, вернее. Плюс мясы дополнительные. Это приятно. Но я ожидал, что он все-таки будет просто дамаггером. Ну ладно. Посмотрим, как это зайдет. Делается телепорт от Дункана. Попробует здесь на развороте подрастить дуэль. Отлично. Легионка выигрывает. Ее теперь нужно просто попробовать убежать отсюда. Отличные коги. Не дали Дункану, собственно, зайти в драку. Ну, собственно, Клок выиграл для себя несколько печенюшек от Капитана. Queen of Pain. Девятый левел. Интересный билд. Используют. Даггер только сейчас берется. Не уворачивается Сохи от Скрима. Ну и теперь, возможно, пойдет Клопа до конца. Хоть все остается. Дрим Клопа не может отсюда убежать. И Плэль мимо. Еще один удар. Пак все-таки выходит отсюда победителем. Нужно попробовать как-то от них са убежать. Возможно, просто от яда дотикает. Еще разочек. И вот едается стиками просто и выигрывает. По сути, здесь противостояние 1 на 2. Конечно, помог немного Клок, но тем не менее, расконтролил очень плохо Пак. Ну а Лайфстиллер тем временем продолжает фармить. Кстати, еще один плюс этого Рэддианса будут сбитые блинки. Это и Дункан. Его будет приобретать, возможно, Никс в какой-то момент задумается о приобретении этого чудотворного Даггера. Ну, честно говоря, может быть, он потом и передумает пользу Форстафа. Кады чуть больше, но его зато не сбить. Да и союзника как-то спасти можно. А, Клок, скука, врывается в Никса и... Ну что же, теперь через заряд лиц Рифт его опять достают из Клогов и попробуют забрать. Хотя, слишком он шустрый. Еще и Шрайн откатился, его должен спасать. Теперь еще и Пак подходит. Можно и на разворот как-то вдвоем размотать тут всех. Еще и Коинов Пейн пришло, а вот теперь уже не стоит. Да. Пак опять врывается. Вернее, на Пак обрывается Коинов Пейн. Ну, сложно его сбрить, пока нет у Оркида. Никогда не знаешь, когда он решит в Шифт схорониться. Легионка. Затекировался. Пушат. Ну, Дункана пока нет возможности их забрать. Если только, собственно, Легионку и не пытаться цеплять. Для Даггера еще слишком долго. Не, нужно кому-то сюда подходить. Аппарат страдать сейчас будет. Айт Пэсом закрыли, замедлили. Пол ХП он потерял, его даже никто не трогал. Хотя он, возможно, сейчас просто догорит. И нет, выживает на 8 ХП, серьезно? Коинов Пейн травануло у нас Легионку. Ну, да, снимает с себя сразу же этот эффект. Ну, вот Клакверк, увы, уже отсюда не уйдет. Далеко он оказался, видимо. Отводил внимание уже на себя. Чтобы только за своими союзниками не пошел оппонент. Лайфстиллер. Он даже не закупая, сгоняет уже в ЦК. Ну, вот проблема. Стак собак проседает очень серьезно. Что тут у нас интересного появилось? Дискорд мы видим у Пака. Клакверк таки приобрел себе урну. Но в остальном все фармят. Клакпок сбивает, блин, кучу вовремя Коинов Пейн. Еще пару ударов. Не, Клакпа все-таки выживает. Чуть ХП у нее все же осталось. Стики чудотворная штука. Никогда не заоценивайте этот сладкий. По-хорошему его надо брать всем. Так, Джакира остался почему-то здесь. В миде с Паком. Он, видимо, кого-то поцепить. Найду сейчас Дункана. Дункану привет передают. Сайленс, ну, слишком плотный он. И выманили несколько телепортов. Никсу Виндетти бежит. Мплами попадает по Паку Ква. Ну, нет. От такого выжить будет сложно. Хотя она хостя прячется от одной атаки. Теперь будет выживать, скорее всего, на армия. Уходит, подхиливает его также здесь легионка. Но это может быть еще и на развороте какой-то фраг. Хотя прыгает Квапа опять промахивается с Кримом. Дуэлька используется. Не, дэмэжи в соло маловато пока. Ну, и теперь уже у легионки проблемы. Маны нету. Хотя, опять же, приходит сюда Клокверк Джекирос. Сгорать должна легионка. Легионки добивает. Квапа ретируется. Но вот у Батрайдера таких возможностей сейчас не останется. Маны нету. ХП также уходит в никуда. До свидания в таверну. Не, нехорошо получилось. Вроде бы и... С одной стороны, не было шансов тут ту Престаменс. С другой стороны, в какой-то момент уже и стак собак казался непобедимыми в этой драке. Ладненько. Вайфстиллер. 3 600. По сути, свой радианс он вынесет к 15-й, может к 16-й минуте. Но это очень быстро. И при этом очень неприятный этот будет слот. На таких-то таймингах. А потом уже можно опять же... Тот же Сейнджин. Яша прикупит. Ток сбиваются или порция мусом отсюда не должен уходить. Пытается, конечно, развороть хоть что-то сделать. Но Клоквер сейчас просто своим ключиком запинает. Хотя нет, оставляют фраг. Все-таки лайфстиллер у Рейдинс ему очень нужен. В виде параллельно забрали, кстати, Куйнов Пейн. И две дуэли уже легионки держатся. Интересно. Начало положено. Чьи битрайдеры здесь на вардах попалили. Готовятся к влету. 25 секунд до дуэли, поэтому придется контролить чем-то другим. Дункан спалил тут позицию очень вовремя. Надо попробовать утяну. Ставится Дрим Койл и... Уйти отсюда уже не выйдет никак. Да, давление очень серьезное. 7000 преимущества уже за Бреста Мэнс. И, знаете, останавливаться они не собираются. Лайфстиллер 4200 практически на руках. Курьер летит, собственно, мимо магазина. Надо бы закупиться. Надо бы закупиться. Интересно, что он потом будет приобретать армлет, сашу-яшу, может даже сразу Тараску. Или пойдет чуть менее классического через Даггер Форстов. Такого просто подвижного и постоянно в драке лайфстиллера. Га тоже вполне себе возможно. Ну, это мы скоро увидим. Потому что... Не очень часто я вижу таких лайфстиллеров, если быть честным. Как-то вот... Не очень часто они... К 20-й минуте даже выводят эти Радиансы. Радиансы. Илонка. Следующий артефакт. Молния. Видимо, Дезолятор будет приобретать куда-то другой дуэль по Дункану. Дункан должен будет здесь отъезжать. Пак прилетает, помогает написать этот фраг. Ну, и уже 30 демаджи у Легионки дополнительного. Ну, какой-то Бродсворд уже просто задаром практически достался. Ну, Т1-минди также отъехал, и они, видимо, идут сразу же на Т2. Останется всего лишь один внешний тавер. И, собственно, все еще стоит Камнеголовый. Его можно забрать, получить Аегис и попробовать его как-то реализовать. Опять же, через банальный пуш, условно, на пофиг, взял Аегис, пошел, жизнь разменял на полхопатауру. Отличный размен в некоторых ситуациях. Тем более, что здесь пока что некому нормально пушить. Так, они пошли дальше, они идут на Т3, будут заставлять делать телепорты обратно. Ну, Стак Собак решает зайти за спину. Выбор интересный, однако, не сказать, чтобы Квопа и Никс персонажи, которые могут строить что-то уж очень лютое. Так, спалили Квопу, еще и с Каном просветили. Так, Смуки также готовятся принимать Тодраку Стак Собак. Бэтрайдер залетает. Поймали здесь в Лассо Легионку. Ну, вылазит из него Лайфстиллер. Просто пытается всех забрать, но Каном Пен разультилась в Легионка в таверне. Но вот сейчас Лайфстиллер попробует кого-нибудь сгрызть. Квопа застанила себя, но, тем не менее, живет. Забрали пока только Бэтрайдера и Апаришина. Не самый лучший размен. Хотя, сейчас подхилится и, возможно, на развороте еще кого-нибудь заберут. Также добрали ЦК. Слушайте, они эту драку, по сути, выиграли. Надо делать байбеки срочно. Что по пайбекам? У ЦК его нету. Есть такого Паришина. А это проблема. 20 секунд. Это, может быть, минус сторона. Никс. Испугались его. Поставили Коги и отходят. Ну, драку выиграли. И это уже хорошее преимущество. Т3 также забрали. Поэтому шрайны в скором времени будут падать. Так, Дункана нашли здесь. Вынедельно надо где-то идти. Сейчас главное просто никого не потерять здесь в Брестаменс. Легионка. А куда это ты пошел? Ладно. Ладно. Видимо, есть какой-то план. Собрались опять в кучку. Ну и пушат, собственно, ломаешь райна. Надо бы все-таки как-то с рожеком поступить. На самом деле. Так, Никс. Что это мы тут ищем? Курьер уже улетел на базу. Курьер уже улетел на базу. Да, немного поугомонились. Не получилось нормально зайти на хайграунд. Да, Т3 снесли. А вот потом как-то вот поняли, что сложно. Слишком сложно. Брестаменс, я думаю, что сейчас дофармят еще по слоту какому-нибудь. Вот лайфстилер, допустим, прикупит себе Сулар Крест. Хороший армор, миссы. Плюс, если они в кого-то будут вгрызаться с Легионкой, это дополнительная куча демоджер за счет понижения армора. В общем, просто вкупе отличный артефакт. Да и спасти кого-то можно. Так, Никс. Очень вовремя начал отходить. Хотя, хукшот получает в себя. Достань, просветили. Фурстав, он вытолкнул себя как вверх. Ну и, собственно, минус один, минус два. Теперь можно попробовать добить здесь так же, чего знает он не очень. Удачно постарался, хотя использует реалитер... Не, не реалитерик, то ли. В общем, мультимейт. Ну, хп осталось слишком мало, чтобы драться дальше. Подходит сюда лайфстиллер и говорит, давайте сражаться, квапа добивать, пробует. Клокверка, но нет, спасает его здесь рейндроп и на телепорте уходит опаришен. Ну, не очень хорошо получилось. Вроде пытались отойти здесь так собак, но как-то... В очередной раз не получилось. Отлично сыграл Клокверк, но... По-моему, не могли попробовать на развороте подраться. Просто решить не убегать, а синициировать в кого-то, быстро забрать. Ну, вот такая вот неуверенность в драке сыграла злую шутку немного. Ну и последний внешний Тауэр, по сути, упал. Теперь надо действительно думать. Либо идти на хэйграунд, либо же думать что-то насчет Рошана. Но на Рошана надо заходить через пиков, то есть сначала каким-то образом кого-то подрезать. В идеале будет, наверное, Куин оф Пейн забрать, перед тем, как идти на Рошана. Но для этого нужны отличные варды и в смаке, собственно, сделать вылоску. Так, Никс. В очередной раз у Виндетти пошел давать инфу своим тиммейтам. И к чему это все приведет. Пошел, пошел, пошел. Идет в правильном направлении. Но уже как-то насчет Рошана действительно задумывается. ДД, но это просто халява. Ну и легионки. Сейчас будет, конечно, поприятнее сражаться и отжираться, собственно. Ваунс. Естественно, Никс дал инфо о том, что тут забирается Рошан. Можно попробовать даже своровать. А если это будет вообще лучшим, что он сделает? Париж, он ульту зарядил. Отличный МПЛ по-троим. И теперь нужно продлить здесь что-нибудь, закинуть еще дуэлька в Никса. Нет, здесь отъехал. Не пришел никто. Вот если покинув пейнтом еще разультились, было бы идеально. А пока все отошли практически. Ну, за исключением пака отошли на шрайл, отхилились. Ну и продолжат, собственно, дальше. Хотя здесь позицию бэтрайдер с даггером готов врываться. Однако кинув пейнт без ульты. И это проблемка. 8 секунд. Ну, кстати говоря, она появится. Вопрос, успеют ли они пойти Рошана законтестить. Ракверк стоит, дает инфу. Ну, нет. Видимо, не решатся они уже пойти на Рошана. Это плохо. Теперь ягерс достанется, скорее всего, лайфстилеру. И с ним придется уже каким-то образом дважды разбираться. С ним и один раз разобраться проблема. А второй будет сродни чему-то чуть ли не невозможному. Так, хукшот, отлично. Подцепили СМ и СМ должен отъезжать. Слишком быстро это произошло. Помочь ему тут никто не мог. Фэй. По вардам палец и Клок закрывает его сейчас в Хоги с Фурстафа. Отлично, полхп и дуэлью забирает кинув пейнт. Но это халявный хайграунд, если нет байбеков. Байбеков. А байбеков-то и нету, только у ЦК. Без квапы с ее ультой 45 секунд они не выстоят. Бараки в миде точно должны отъезжать. Скорее всего, они пойдут еще пушить какую-нибудь другую сторону, поняв, что квапа не собирается бобейчиться. Но это халява практически. Ну, нет. Да ладно, неужели отойдут? Подцепили Никса. Ну, не знаю, разменивать Никса на 20 секунд времени это такое. Никса забрали. Нужно срочно добирать бараки, а потом хотя бы отходить. Так, ЦК подцепили, забирают его всех. Иллюзия по решению разлетится в молоко. ЦК отъехал. ЦК нужно срочно делать байбек. Без киос-найта должна умирать еще одна сторона. 40 секунд до него. Нужно этот байбек выбивать. И гугвапы он появился, кстати говоря. Хотя она что-то прикупила. ГГВП. Не получилось справиться. Ластилер все-таки со своим радиансовым штуком очень страшный. Его рейдж за контролем так же не получилось. Но и опять же проблемой стало то, что на топе не смогли отбить фарм киос-найта. И дабла в лице легионки. И клокверка сыграла слишком сложно для коллектива стак-собак. Поздравляем Бреста Мэнс. Они выходят у нас в полуфинал. Дальше им противостоять будет коллектив Double Dimensions Best of 3 серии. Ну что ж, будем желать им удачи. А сами будем уходить, наверное, на перерыв. Хотя, скорее всего, даже трансляцию перехватят другой... Как это даже правильнее сказать? Другие комментаторы, в общем. Поэтому, скорее всего, вас будем перенаправлять на StarLadder 3 канал. Или даже на StarLadder 1. Ну, а я буду отключаться. Подписывайтесь на социальные сети. Все будет выложено на YouTube канал SLTVTour. Линки будут заброшены в комментарии. До скорых встреч!